МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. С рабочим визитом в Караганду прибыл председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касымжомар Тукаев. Государственный деятель встретился с преподавателями и студентами Карго. Система, выявляющая коррупцию, была представлена на выставке IT-проектов. Мероприятие было организовано в рамках форума цифровые технологии в интересах общества. За 9 месяцев года в Карагандинской области выявлено 179 случаев рака молочной железы. Это результаты скрининговых обследований. В Казахстане проходит месячник осведомленности о раке молочной железы. С рабочим визитом в Караганду прибыл председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касымжомар Тукаев. Государственный деятель встретился с преподавателями и студентами Карго. Цель визита председателя Сената – разъяснение основных направлений послания главы государства. В шахтерскую столицу председатель Сената Парламента приехал с целью разъяснения основных направлений послания Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. В рамках рабочего визита Касымжомар Тукаев встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из ведущих вузов региона. Первым делом бывшего премьер-министра ознакомились с историей и достижениями Карагандинского государственного университета. С приветственным словом в адрес столичного гостя выступил ректор университета Еркан Кубеев. Приветствуем вас в Карагандинском государственном университете имени Академика Букетова. Мы признательны вам за внимание к нашему университету. Вы крупный государственный деятель, вся жизнь которого подчинена беззаветному служению Родине. Ваш богатый дипломатический опыт, безупречная профессиональная репутация, активная гражданская позиция позволили вам плодотворно работать на высоких государственных постах. Выступая перед студентами, председатель Сената отметил, что новое послание президента страны в большей мере ориентировано на молодежь. К одной из самых острых проблем данной категории граждан государственный деятель отнес безработицу. Количество безработных среди молодежи составляет 82,5 тысячи человек, в том числе в Караганинской области 7200 человек безработных. Это большая проблема, которую предстоит решать руководство области совместно с правительством, потому что занятость молодежи – это крупнейший политический, социально-экономический фактор. В ходе мероприятия председатель Сената наградил грамотами преподавателей и студентов, которые отличились успехами и достижениями. В завершении ректор вуза Еркен Кубеев поблагодарил Касымжо Марта Тукаева за визит и подчеркнул, что Карагандинский государственный университет приложит все усилия для реализации задач, поставленных главой государства в ежегодном послании. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Система, выявляющая коррупционные проявления, была представлена на выставке IT-проектов. Мероприятие было организовано в рамках форума «Цифровые технологии в интересах общества». В нем приняли участие 12 компаний. Выявление коррупционных рисков с помощью искусственного интеллекта уже не фантазия, а самая настоящая реальность. Специальную систему, которая умеет анализировать данные и искать несоответствия в бюджете, представили на выставке IT-проектов. Система Аксель может с успехом применяться в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ. Для ее работы нужно лишь накопить данные. Этот процесс может занять несколько лет. Однако результат может превзойти все ожидания. Примерно по Казахстану в месяц она находит в районе 50 миллионов бюджетных нарушений. Она только-только заходит в боевую эксплуатацию. На примере только одного города за 18-12 месяцев было предотвращено коррупционных рисков на 850 миллионов тенгель. Это делается благо... Это шумкент. Сегодня для развития IT-сферы в Карагандинской области принимаются различные меры. Свою лепту важное дело вносит и партия Нур-Отан. Партидцы посчитали, что лучшим вкладом в развитие цифровых технологий станет обучение подрастающего поколения. Так в школах области массово открываются IT-классы. На сегодня у нас уже по Карагандинской области открыто 63 IT-класса. Из них 37. Это в сельских населенных пультах. Вот этот акцент мы делали для того, чтобы как можно больше детей обеспечить доступом к обучению основам программирования робототехники. Кроме того, детей в этих IT-классах обучают созданию веб-сайтов, 3D-моделированию. То есть то, что им завтра пригодится в жизни и завтра им поможет в выборе профессии. Сегодня свои проекты представили 12 компаний. Организаторы отмечают, что цель выставки – создание площадки для знакомств и обмена опытом. Эта выставка предназначена для чего? Чтобы государственные органы, бизнес-структуры, граждане приходили сюда, смотрели, какие проекты реализуются в области IT у нас в Карагандинской области. Возможно, выбрали для себя какое-то решение, которое здесь реализуется, обменились опытом и построили какое-то взаимодействие между собой и в том числе между компанией отношений B2B, то есть бизнес-бизнес. Выставка IT-проектов проходит в рамках масштабного IT-форума, который двумя днями ранее стартовал с Хакатона среди студентов. Тема форума – цифровые технологии в интересах общества. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде в рамках Хакатона студенты презентовали свои проекты. Мероприятие стартовало три дня назад в КЭУ. Консультацию участникам IT-форума оказывали эксперты из России. За последние три дня Карагандинский экономический университет превратился в площадку идей и передовых технологий. В рамках Хакатона 26 команд, сформированных из студентов вузов и колледжей Караганды, консультировались со специалистами и учились продвигать свои идеи на рынке. Консультант по бизнесу, приехавший из Москвы Андрей Карабанов, отмечает, что у карагандинских студентов интересный подход к реализации бизнес-идей. «Но что меня поражает, то что студентов не хватает все-таки первого попавшегося, что им пришло в голову. Они в первый день проявили глубоко мысли и все-таки немножко подумали, разбирались, придумали несколько вариантов. Нам приходили команды консультироваться, которые сразу несколько идей придумали и пытались выбрать, какая лучше, какая более интересная. В целом, идеи, естественно, повторяются, нет особо много новых идей. Но очень различная реализация. Очень различный подход. И мне нравится, что даже есть команды, которые делают приблизительно одно и то же, но у них очень разный подход, очень разные мысли». В течение нескольких дней студенты придумывали способы применения цифровых технологий в интересах общества. На третий день участникам предстояло презентовать свои проекты. «Мы придумали проект онлайн-супермаркет. Я считаю, что в наше время все уходит в диджитал, все уходит в социальные сети, все уходит в смартфоны. И сейчас действительно важно вовремя перенести рынок ритейла в приложение. Мы подумали с командой, что это действительно интересное решение». Каждая из 26 команд выступила перед жюри. Теперь решение остается за последними. Лучшие команды будут награждены дипломами и денежными призами. Призовой фонд составил миллион тенге. Так, обладатели первого места получат 500 тысяч тенге. За второе предусмотрено 300 тысяч. А замыкающим тройку лидеров вручат 200 тысяч тенге. Награждение призеров состоится на пленарном заседании 20 октября. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Молодое поколение Казахстана призвано реализовать задачи, которые обеспечат вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Для этого имеются все возможности. И в первую очередь качественное образование. В Карагандинской школе гимназии номер 102 обсудили послание президента народу Казахстана. Ежегодное послание президента страны народу Казахстана важное событие для любого жителя республики. Каждый находит в нем главное для себя направление. Послание текущего года – это выполнение тех задач, которые были обозначены в послании прошлого года по вхождению Казахстана в тридцать развитых стран мира. Об этом говорили участники конференции. Особое внимание педагоги уделили разработке закона о статусе учителя. Я думаю, все это должно повысить не только статус педагога в лице общественности, но и поставить определенные задачи для педагогов для того, чтобы наше образование достигло мировых уровней и не было ниже, чем те требования, которые стоят вообще сейчас на международной арене. Участники встречи обсудили также и другие изменения в сфере образования. Впервые за многие годы будет существенно увеличено финансирование, прекратятся бесконечные реформы. В обучении будет использован передовой опыт. Карагандинские учителя заявляют, что уже сегодня готовы обучать по-новому. На современном этапе до этого проводилось уже очень много реформ. В системе образования наше образование уверенно сейчас адаптирует обновленную модель образования, которая принята в системе образования НИШ. И я думаю, что наша система образования сейчас как раз готова к тому, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами ставит президент. Не меньшее внимание участники встречи уделили предстоящему году молодежи, объявленному главой государства. Было отмечено, что именно молодое поколение призвано реализовывать задачи, которые обеспечат вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Казахстанское образование постепенно смещается в сторону модели 4К, которая развивает такие качества, как коммуникабельность, умение работы в группе, креативность и критические мышления. Все эти четыре качества понадобятся в нашей жизни в открытом и информационном пространстве. Участники и преподаватели школы-гимназии номер 102 отмечают, что послание президента играет важную роль в будущем развитии Казахстана. Они также выразили уверенность в том, что страна, руководствуясь данным посланием, непременно добьется больших успехов. Нет сомнений в том, что обозначенные лидером нации стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут новым этапом в достижении цели построения свободного и процветающего Казахстана. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В рамках Всемирного дня осведомленности о раке молочной железы в областном онкологическом диспансере специалисты охарактеризовали журналистам ситуацию в регионе. Массовые скрининговые обследования позволят выявлять заболевания на ранних стадиях. За 9 месяцев года в Карагандинской области выявлено 179 случаев рака молочной железы. Это результаты скрининговых обследований. В 92% случаев заболевания находятся на ранней стадии. А это означает, что пациенты будут вылечены. Врачи онкологического диспансера ответственно заявляют, чудес не бывает. Необходимо обязательное лечение. К тому же с каждым годом ученые узнают об этом заболевании все больше. В процентах 40 больных, которые болят раком от железы, это не гормонозависимые раки. Поэтому лечение другое. И поэтому даже у больных с первой стадии заболевания, с ранней стадии заболевания, проводится иногда химиотерапия, плачевая терапия, что раньше не делалось. Это не говорит о том, что это уже запущенная форма. Нет. Наоборот, мы имеем больше возможностей для лечения. Мы больше знаем теперь о заболевании этом. И нам лучше и более эффективнее бороться с этим заболеванием. И эффективность тех пациентов, которым проводится комплекс на лечение, гораздо выше. И выживаемость таких пациентов тоже гораздо выше. Специалисты заявляют, что за 10 лет выросло выявление рака на первой и второй стадии. Появилось больше возможностей вовремя выявить это заболевание. Но вместе с тем рак молочной железы стали выявлять и у женщин молодого возраста. Выявить заболевание на ранней стадии помогают скрининговое и профилактическое обследование. Это ежегодный проводится декадник в октябре. Проводится с, я уже говорила, что сейчас с привлечением кафедры. Но онкологический диспансер и с привлечением ПМСП, то есть на местах поликлиниках, проводится каждую субботу дни открытых дверей. То есть без предварительной записи любая женщина может пройти обследование в рамках этого декадника. Специалисты онкологического диспансера также отмечают, что несмотря на свободный доступ к информации о раке груди, по-прежнему встречаются пациенты, которые приходят с запущенными стадиями. Одни боятся услышать страшный диагноз, другие обращаются к так называемым народным целителям. Вот только чудес не бывает. Рак сам по себе не вылечится, заявляют врачи. Андрей Тайна, Иден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинские полицейские проверяют техническое состояние и законность конструкции городских автобусов. Рейды проводятся в рамках профилактического мероприятия «Автобус». По информации стражи порядка, с начала года водители автобусов и маршрутных такси более 600 раз нарушали правила дорожного движения. Сотрудники карагандинской полиции проверяют техническое состояние и законность конструкции городских автобусов. И это не случайно, ведь незаконное переоборудование ведет к увеличению посадочных мест. Автобус перегружается, а в случае аварии пострадавшие получают серьезные травмы. С 18 по 20 октября в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках данного мероприятия сотрудники дорожного патрульного службы и сотрудники административной полиции усиливают контроль за техническим состоянием автобусов и маршрутных такси. А также проконтролируется недобущение и нарушение правил дорожного движения со стороны водителей и в том числе и должностных лиц. К выявлению правил дорожного движения со стороны общественного транспорта подключатся и сотрудники Центра оперативного управления с помощью камер наружного наблюдения. В рамках мероприятия полицейские намерены провести встречи с работниками автопарков. В беседах будет уделено внимание недопущению аварийного поведения на дорогах и повышению безопасности перевозки пассажиров. Мероприятия, которые проводят ГАИ, нормально, чтобы смотрели за порядком, за пешеходами смотрели тоже, чтобы они хорошо приходили. С начала года в Караганде произошло 21 дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. В 14 случаях виновниками оказались водители автобусов. За указанный период водители автобусов и маршрутных такси более 600 раз нарушали правила дорожного движения. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Субтитры подогнал «Симон»!